Апрель Яркие краски весны, немного урбан-туризма и истории, но самое главное, там мы встретимся с друзьями, а вместе ходить всегда веселей. Мы остановились в поле, чтобы перекусить и полюбоваться пейзажем. И как оказалось, там мы были не одни. Добрый день! Оказывается, вблизи есть конная ферма. Как-нибудь мы там тоже окажемся. А пока слушаем журчание весенних ручейков, наслаждаемся красивыми пейзажами и отправляемся дальше. Сегодня у нас интересный и насыщенный день. Субтитры создавал DimaTorzok Мосты, дороги, острова. Сколько всего интересного вокруг. Кстати, сейчас мы видим остров Рак-Касаари. В этом году мы там оказались и есть видео о нем. Друзья, я знаю, вы хотели, вы очень просили, чтобы мы поднялись на этот маяк, поснимали видео. Давайте правильно его назовем. Светящий навигационный знак. Хоть он уже и не светит, потому что фарватер немножко сместился. Так называемые ворота дальше находятся. Где мы сейчас, в данный момент, я рассказывать не буду, не то время, потому мы просто поднимемся и посмотрим на достопримечательности, которые раскрываются с этого маяка. Ну и естественно, мы также подумали о том, чтобы была у нас какая-то безопасность, чтобы подниматься было безопаснее. И мы надели перчатки. Вот, пошли. Здесь уже такая портовая зона, можно сказать. Уже подъезжая к этим местам, ты ощущаешь, как морской воздух именно тянет с моря. Потому что все-таки Финский залив, это уже в ту сторону дальше Балтика получается. Вот, и вот такой красивый светящий навигационный знак, который уже не светит. У меня просто в Инстаграм тоже задавали вопрос по этому поводу. Почему светящий? Возможно, ну, то, что лампочку уже украли, а вы все равно называете светящий. Он просто так называется, светящий навигационный знак. Вот, хотя бы даже он, если уже и не светит. Ну и давайте немножко попугаю вас. Ну, правда, не вот с этим конкретным навигационным знаком это связано. Но, тем не менее, на более отдаленных местах, куда не подвести электричество, чтобы питать такие устройства, внизу ставят отдельно сарай, в котором расположен радиоактивный источник энергии. Он дает всего лишь 80 ватт, но этого достаточно, чтобы лампочка наверху зажигалась и мигала. Вот, такая вот интересная штука. Но сейчас вот такой радиоактивный источник энергии, так называемый РИТЕК, уже практически нигде не применяется, только если не в самых отдаленных районах, где его украсть не могут. Вот. Здесь, естественно, его и не было. Вот, пожалуйста, столб опора линии электропередачи, и напряжение подводилось сразу вот в этот маяк. Кстати, да, я как заметил, что их на самом деле не повреждают, потому что это очень серьезно. Если кто-то захочет, например, украсть лампу оттуда или что-то, то есть, как бы, это уже дело, серьезное дело могут завести на этого человека. Смотрите, друзья, здесь рядом валяется блок, состоящий из батареек. Графитовый сердечник. Вот. Скорее всего, это была отдельная батарея, которая где-то здесь наверняка и располагалась в щитке, чтобы, если пропадает напряжение питания этого маяка, лампочка еще какое-то время мигала. Ну и, собственно, само строение данного сооружения, вот как выглядит. Получается несколько таких цилиндров, их называют обечайки. Они между собой скрепляются, и образуется вот такая вертикальная конструкция. Кстати, снаружи тоже можно залезать, но мы залезем наверх внутри. Друзья, смотрите, лестница. Сразу такое эхо маяка. Вот. И вот смотрите, каждая обечайка, она стянута. Вот эти как будто бы металлические. Ну, как их назовем? Давайте их назовем тяги. Может быть, они, конечно, более правильно как-то иначе называются. По такой же конструкции построена Останкинская телебашня. Ее внутри стягивают тросы, чтобы она стояла уверенно. А здесь вот такие тяги применяются, и как раз таки вот, вот такими утолщениями регулируется сила, с которой они стягивают между собой вот эти обечайки. Вот. А заканчивается первая обечайка, это вот первый вот этот люк. Затем вторая. И наверху уже третья. Вот туда мы сейчас с вами и полезем. Рюкзак я навесил на себя спереди, потому что подниматься так удобнее. Если он будет сзади, то я могу зацепиться за все, что угодно. А как бы, ну, повиснуть здесь бы внутри этого маяка не хотелось. То есть, как говорится, приехали поснимать крепость, а в итоге остановились на маяке и поехали обратно с ободренной спиной. Нет-нет, такого не будет. Так, друзья, смотрите, светильник был. Все, конечно, должно быть в порядке, все должно работать. Так, а дальше разворачиваемся и лезем с другой стороны. Так, почти вершина. Вот куда нужно приходить за острыми впечатлениями. Правда, не скажу, что очень высоко, но все-таки, все-таки, все-таки интересно. Так, давайте немножко осмотримся по сторонам. Ну, и я так более удобнее расположусь, чтобы и вам можно было объяснить, что и где здесь было. Друзья, находимся мы на вершине створного навигационного знака. Сейчас он выведен из эксплуатации, потому что фарватер немножко изменился. Ну, снимать его не стали, просто ликвидировали лампу на нем. Ну, и, соответственно, он перестал числиться в реестре навигационных средств. Лампа стояла вот здесь. Такое было место для нее выделено. Уж не знаю, две их было или одна лампа. Сейчас мы уже не скажем. Ну, собственно говоря, ее больше нет. Давайте по кругу обойдем. Также посмотрим вниз. Вон там внизу дорога проходит. Ездят машины. Жизнь идет своим чередом. В таких местах, кстати, вот на вершине маяков или водонапорных каких-нибудь башен, или поднимаешься наверх, сотовые вышки, например, можно почитать различные интересные надписи. Что-то типа «Вечность не порог» или «За той дверью». Это вот на НТЦ «Приморский» вспоминается, на стенде «В1». Была одна надпись такая тоже интересная. И ты понимаешь, что за той дверью уже цивилизация заканчивается. Там начинается высота. Ну, и панорама местности раскрывается красивая, красивейшая. Друзья, стоит смотреть на это, стоит любоваться. Сейчас даже и солнце не такое. Яркое, то есть как раз самое то, чтобы можно было подняться куда-то и осмотреть достопримечательности. Да, конечно, на фоне всего этого я не против постоять, попозировать, посмотреть по сторонам, также показать вам эти достопримечательности, что, собственно, сейчас и сделаю. Не зря с собой. Мы взяли несколько камер. Так, вот эту вышку мы с вами уже видели. На ней горел огонь. Если вы не вспомнили, где мы ее видели, то я напомню, когда мы отправлялись на остров Вихревой. То есть было это. Дальше, 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 дальше. Вот там. Например, Киперорт я также вижу. Не знаю, видно ли это вам. Давайте попробуем приблизить максимально, как получится. Собственно, вон он там вдалеке. Вот, на этой вышке как раз горел огонь. Сейчас, как мы видим, он не горит. Дальше мы видим вот такие ворота. Да, именно. Ворота бывают не только для того, чтобы забором отгородились и пропускали тогда, когда хотят. А бывают еще ворота между какими-то островами или полуостровами. Подъемные экраны работают. Такое же мы с вами видели в Выборге, когда отправлялись в погоне за белыми ночами. Друзья, вот такое необычное и, по-своему, интересное место здесь, на нашем пути. Светящий навигационный знак, который вовсе уже не светится. И прекрасный вид. И ты понимаешь, что впереди целое лето открытий. Так, теперь давайте попробуем спуститься. Там я еще хотел вам кое-что показать. Это иллюминатор, маленькое окошечко. Вот, вроде бы ничего такого особенного в нем и нет. Но на самом деле, когда я уже поднимался на этот створный навигационный знак, я обратил внимание, что в окошечке умещается целый мир. Вот смотрите это фото, я вам показываю. По-своему интересно, да? Так, ладно, отправляемся дальше. У нас сегодня интересная и насыщенная программа. Смотрите, здесь колпак сохранился, но лампы внутри уже нет. Ну а мы на пути в город Транкзонд. Высоцк. Места с богатой историей. Там нас ждали друзья Юрий и Ирина. Вместе мы отправились изучать знаменитую крепость. Да, друзья, места здесь очень красивые. Неудивительно, что они неоднократно попадали в фильмы. Прокурор, ну ты чего там? Соплю вспомнил. Какие сопли? До деревни моей она находится. Между двух речек. Большая и малая сопля. Бутылку-то со стаканами не взяли, за сопли выпить. Ну, Михалыч, как неловко. Так я и говорю. Ну, за родину. А-а-а. Пора погрузиться в историю. А уж потом исследования и открытия. Крепость Транкзонд – оборонительная система 19 века, остатки которой сохранились на окраине города Высоцк. Она строилась на островах Выборгского залива для защиты водных подступов к Выборгу. Первые укрепления на острове Высоцком были построены в ходе Северной войны в целях защиты Выборга. Название Транкзонд переводится как «Узкий пролив» и происходит от шведского названия пролива между Высоцким и Малым Высоцким островами. Ширина пролива в самом узком месте составляет около 180 метров. Это главный из трех фарватеров, ведущих к Выборгу. В 1710 году, когда был заложен город, на месте которого нынешний Высоцк, уже существовали батареи. Они вели успешные сражения со шведским флотом. Создание той крепости, что сохранилось до наших дней, началось полтора века спустя, в 1864 году и завершилось в 1867. Крепость Транкзонд представляла собой довольно мощный комплекс батарей, бастионов, казематов, вырубленных на побережье пролива прямо на гранитных скалах острова. Однако в связи с быстрым развитием в этот период огнестрельного оружия и артиллерии, уже к 1880 годам морально устарело и считалось малоэффективной. К началу 20 века крепость была разоружена и в Первой мировой войне уже не участвовала. После 1917 года город Транкзунд вместе с крепостью, как и вся бывшая Выборгская губерния, отошел к независимой Финляндии и стал называться Уурос. С тех пор крепость не используется, не считая эпизодов Зимней войны, когда бои велись на территории уже заброшенных укреплений. Постепенно она разрушается. Мы тут встретились, все заинтересованы различными заброшенными объектами, различными путешествиями. И сейчас один из этих объектов мы с вами посетим. Друзья, крепость Транкзунд состоит из различных входов, выходов. Что-то находится под землей, где-то эти части выходят наружу, что-то даже заделано кирпичом. Но, может быть, все равно в некоторые места мы с вами сегодня попадем. Почему может быть? Мы в любом случае попадем. Давайте посмотрим, осмотрим все. Конечно, часть всего здесь разрушена, но стоят таблички, и, очевидно, все-таки за этим местом следят, приводят его в порядок. Ну, а почему бы не беречь такие вот исторические объекты? Правильно? Итак, по табличке здесь располагалась гарнизонная казарма и расходный пороховой погреб. Друзья, да, естественно, мы здесь уже успели побывать, когда еще только начал таять снег, и внутри было много воды. А сейчас посмотрим, как в данный момент здесь. Думаю, может быть, уже и подсохло. Хотя, конечно, чтобы полностью все высохло, нужно ждать августа в некоторых местах. Здесь хорошо, кстати, если снимать что-то, то на выдержке, на большой, то есть брать с собой камеру неподвижно, чтобы она стояла, и делать фото. Ну, хотя тоже нет освещает. Если с фонарем взять, то вполне света хватает. Да, вполне все. Пороховые погреба. Кстати, своды такие очень интересные. Так. Да, уже чувствуется такая прохлада. Друзья, вам нравится путешествовать? Очень. Правильно. Что и другим... Главное, что не жарко. Что и другим зрителям наших каналов, наших соцсетей рекомендуем. Выезжайте, путешествуйте, ознакомливайтесь с местами. Историю знать полезно. Были такие вот проходы. Можно было зайти с одной стороны, выйти с другой. А вдруг там вкреция с той стороны. Ага. Так, а окна может... А для чего такие маленькие могли применяться? Можно было здесь, если там пороховой погреб, что-то выдавать или принимать. Ну и для вентиляции тоже, кстати. Если нет вентиляции, то, конечно, всё плесенью начинает покрываться. Моментально. Я пробовал качество кирпича, да? Да. Ничего этому не делал. По кирпичу, кстати, обращал внимание тоже. Большинством встречается Савика, это завод Салтыкова, и Борнхолем. Как зато тепло. Ой, как тепло. Согнитетская сила-то была здесь. Ну, чистая сила там была. Я сегодня заходила, там не помню. Юрий и Ирина поведали нам одну интересную историю. Однажды они здесь уже побывали, и, делая фотографии, они обратили внимание на интересные световые пятна, объяснить происхождение которых до сих пор никто не смог. Может быть, пыль, может быть, все что угодно. Ну, а мы отправились изучать эту крепость дальше. Определенно, она до сих пор хранит свои тайны. Действительно, вот если восстановить бы все, сделать музей нормальный, можно было бы пол положить, в том числе. Атмосфера там особенная. Хочется ходить, прогуливаться и впитывать историю. Дальше был подъем наверх. Определенно, там была наблюдательная площадка. Сверху очень хорошо просматривается Выборгский залив и окрестности вокруг этой крепости. Ну, а впереди нас все так же ждут приключения. И мы точно знаем, что вот этот остров мы обязательно посетим. Продолжение следует... Так, друзья, отправляемся дальше. Еще один вход, но он заделан. Хотя есть поворот, который куда-то так же ведет. Он проходит, потом он идет дальше, но там кирпичами заделан. Друзья, вот получается стена. Она уже, конечно, вся тут и осыпалась, но в свое время была замурована. Вот. И внутри есть проход, который идет, идет, идет. И может быть, даже здесь он дальше и проходит. Сейчас мы с вами посмотрим. Здесь так вообще как центральный вход, прямо через парадный. такие петли здесь нормальные. Ну и видно, что двери закрывались, уходили в эту нишу. Так нормально подходили. Держится даже. Оно простоит, нас переживет. Кирпич будет разрушаться. Шашлыки делают самое главное. Зато никто не видит. А может кто-то вечером, ночью пришел. А на самом деле... Место, место на самом деле. Скорее всего, зимой, я думаю. Друзья, да, здесь кто-то приготовил шашлык. Вот. А мы оказались внутри этого помещения. И тут, наверное, да, самое большое помещение, которое здесь только есть. А пока мы путешествуем по крепости Трангзунд, я бы хотел немного рассказать про город Высоцк. С 1918 года по 1940 этот город был в составе Финляндии и назывался Уорос, что в переводе означает старательный, трудолюбивый. В годы Великой Отечественной войны был оккупирован фашистскими войсками и освобожден в июне 1944 года войсками Ленинградского фронта в ходе выборско-петрозаводской операции. Зимой 1948 года Уорос получил новое название Петроостров. Объясняли это просто. По историческим событиям завоевание Петром Первым Карельского перешейка, в том числе острова Трангзунд у шведов. В июле 1948 года комиссия по переименованию изменила название населенного пункта на Высоцк. На сей раз обоснованием служила фраза «В память героя Советского Союза Высоцкого, погибшего смертью героя в районе острова Трангзунд». В такой форме переименование и закрепили указом Президиума ВС РСФСР от 1 октября 1948 года. Дальше у нас был привал на природе и делимся впечатлениями от этого интересного путешествия. Сколько раз замечали, что подобные места сближают людей по интересам? Взять тот же самый Приморский НДЦ, откуда у нас появилось очень много знакомых, в том числе и Юрий и Ирина. С ними мы также окажемся на этом интересном, загадочном и легендарном объекте. Ну а пока мы смотрим на Выборгский залив и примечаем новые места, которые мы обязательно посетим. А посетить будет что? Остров Ракасари уже вышел, остров Малый Высоцкий также опубликован и готовится к выходу видео про путешествия на остров Хапалуота. В тех местах русский ученый Попов проводил эксперименты с радиосвязью. Мы испытаем новую лодку и новый мотор, а также окажемся на острове Большой Разлуки посреди Зеркального озера и найдем фрагменты самолета, который там совершил вынужденную посадку. Так что лето будет горячим. Мы не прощаемся. Мы говорим до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова